В эфире новости РТК Забайкале и в студии Марина Пожидаева. Здравствуйте! Вначале коротко о главных темах нашего выпуска. Семечка тюльпана для противника. Бойцы группировки «Восток» больше года работают для общей победы. Итоги и планы на будущее. Сегодня насущные вопросы в сфере здравоохранения обсудим с министром Оксаной Немакиной. Уроженец Читы сержант Виктор Питков, командир отделения одного из соединений общевойсковой армии ВВО, награжден орденом мужества за подвиг в зоне СВО. Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, в ходе выполнения боевой задачи в составе подразделения отдельной мотострелковой бригады Виктор Питков получил приказ на штурм и взятие населенного пункта, находившегося под вражеским контролем. В ходе выполнения задачи сержант получил серьезное ранение из-за подрыва снаряда. Несмотря на это, мужчина уничтожил пулеметный расчет противника огнем своей боевой машины, создав этим необходимые условия для успешного завершения боевого задания. Уже больше года бойцы группировки «Восток» и экипаж самого крупного миномета в мире «Тюльпан» вносят вклад в общую победу. О работе расчета на южно-донецком направлении в материале далее. «Выстрел!» 240-мм калибр миномета возвещает об ударе на всю округу гулким звоном орудия. Цель – опорная точка ВСУ в лесополосе. Через несколько секунд семечко «Тюльпана», как говорят бойцы, превратится в ракету. Запустит двигатели и направится на укрепление противника. После залпа расчет начинает сворачивать мобильную платформу «Тюльпана». Действия экипажа слажены и отработаны до автоматизма. Несколько минут – и самый крупный миномет в мире уже отходит на безопасное расстояние. Уже на новой позиции бойцы группировки «Восток» вновь пробуждают стального гиганта. На выбор активно-реактивные и фугасные снаряды. К слову, сами военнослужащие хвалят последние за высокую точность. Погрузка боеприпасов в орудие «Тюльпана» – процесс, требующий слаженной работы всего экипажа. И с этим, по словам командира расчета, проблем нет. «На данном расчете восемь человек. Это командир, старший наводчик, номера расчетов, сам инструктор, ну и, естественно, я. Каждый знает свою задачу. Уже выполняем на данной технике уже более года». Чтобы миномету поразить одну цель, нужно порядка 20 минут. А дальше по отработанной схеме. Работы, по словам бойцов, на южнодонецком направлении много. Каждую неделю экипаж выполняет до четырех боевых задач. И «Тюльпан», говорят военнослужащие, не оставит врага в покое до полной победы. Эльшат Сафаров, Станислав Скрипник, РТК Забайкалье. Во время поездки в Санкт-Петербург губернатор края Александр Осипов встретился с земляками-волонтерами, оказывающими поддержку бойцам СВО. В неформальной обстановке он пообщался с пришедшими, обсудил проблемы, волнующие их, и поблагодарил за вклад в защиту Родины. За активную гражданскую позицию Александр Осипов вручил землякам награды и благодарственные письма. Помощнику руководителя волонтерского движения «Землячество Забайкалье» Баиру Базаржапову глава региона выдал удостоверение помощника губернатора Забайкальского края. Хочу поблагодарить огромное спасибо. Я думаю, что я сейчас не от себя говорю, от всех тех матерей, детей, братьев, сестер, в целом от всех земляков за ту работу, которую вы делаете, вместе с вами все, кто это делает. Огромное вам спасибо. В Забайкале в 2023 году капитально отремонтировано 12 медицинских учреждений, приобретено свыше 30 единиц медоборудования. В районы края по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер» отправились работать больше 70 сотрудников. Об итогах прошлого года, планах на текущие, проблемах, решениях поговорим сегодня с министром здравоохранения Забайкальского края Оксаной Немакиной. Оксана Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы в целом можете оценить прошедший год в сфере здравоохранения? Все ли запланированное удалось реализовать? Год был сложный, интересный и результативный. Мы реализовали все то, что мы для себя намечали в плане реализации всех действующих программ. И с успехом своевременно закончили все мероприятия. Конечно, остались у нас и нерешенные задачи, которые не могут быть решены в краткосрочный период. И эти задачи мы все знаем, они на слуху. Это и кадровый потенциал, укрепление наших учреждений, нашими сотрудниками и врачами, и среднемедицинским персоналом. Это цифровизация здравоохранения. Не один год потребуется на то, чтобы полностью достичь этой цели. Это реализация возможности записи дистанционной на прием. Это тоже тема на слуху. Ну а в целом те мероприятия, которые были запланированы физически, это и ремонты, и возведение модульных конструкций, и приобретение оборудования медицинского, мы это все выполнили в срок. Четинцы жалуются нам, что в детской стоматологии на Угданской закрылась регистратура, и все талончики теперь можно оформить только через госуслуги. Чем было вызвано такое решение, и почему у людей возникают трудности при записи? Ну, мне нужно посмотреть, почему закрыта регистратура. Я со своими детьми туда приходила, регистратура работала, это было не так давно. Но вообще мы сейчас потихоньку должны переучаться все-таки, переходить на работу именно через госуслуги или через портал пациента, для того, чтобы записаться к врачу, чтобы не было очередей, чтобы не создавались очереди, чтобы друг друга в очереди пациенты не притесняли, и все, кто пришел первый, там, я пришел по талону, а ты пришел не по талону, такое тоже бывает, это вызывает негатив. Конечно, нужно больше нам учиться уже работать в гаджетах. Есть проблемы, действительно, и совсем закрывать регистратуру ни в коем случае нельзя, я посмотрю на этот вопрос более подробно. Я напомню о сфере здравоохранения, итогах 2023 и планах на текущий год мы говорили сегодня с министром здравоохранения Забайкальского края Оксаной Немакиной. Полную версию интервью смотрите в нашем эфире на YouTube-канале и в социальных сетях. Это еще не все новости на сегодня, смотрите далее в нашем выпуске. Инклюзивный теннис в Чите начал работу первой в России Центр адаптивных игр для людей с ОВЗ. Запятнанная репутация, как справиться с произволом работодателей, расскажем через несколько минут. Пешком к своей мечте юный боец из-за отсутствия общественного транспорта проходит 10 километров от дома до спортивного зала. Здоровый образ жизни. А что же это такое? Режим питания. Тут правило очень простое. Поменьше опасных продуктов, жиров майонеза и тортов. Добавь овощей и фруктов и подружись со спортом. Избавься от вредных привычек. Бегай, плавай, катайся. Помни о гигиене и от души улыбайся. Здоровый образ жизни подходит взрослым и детям. Попробуй и стань примером. Коллегам, родным и соседям. Продолжаем выпуск. На видеокамеры службы охраны Харанорской ГРЭС попало огромное стадо мигрирующих дзеренов. На этих кадрах сотни монгольских антилоп ворвались на территорию электростанции и снесли все на своем пути. Природные инстинкты и стадное поведение диких животных не остановили ни ограждения, ни металлические препятствия. Кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и химии Олег Корсун назвал такое поведение типичным для этого времени года. В зимнее время некоторое количество дзеренов приходит к нам из Монголии. Здесь, в Забайкале, есть достаточно хорошие условия для того, чтобы животные здесь жили. В первую очередь, в Забайкале сравнительно небольшой выпас скота. В Монголии поголовье скота больше. В Забайкале же значительное количество степных районов просто имеет не очень большое поголовье домашних животных. И, соответственно, очень много сухой травы остается на зиму. Животные имеют возможность эту траву съедать. По словам директора природного заповедника Даурский Алексея Черепицына, дзерны занимают свои исконные места обитания. Из-за восстановления своей численности в последние годы животные начали зимовать не только на севере, но и на северо-восточных территориях. Дзерн использует очень экономично свои пастбище. Он очень мобильный, он движется по степи очень быстро и не наносит никакого вреда. То есть степь только выигрывает от присутствия этого вида. Он дает возможность возобновляться степи, дает возможность произрастать однолетникам, однолетним видам растений. Если там, где не хватает копытных, там степь начинает деградировать. Алексей Черепицын отмечает, делать с дзернами ничего не нужно. Очень скоро они найдут место для своего пастбища вдали от населенных пунктов. А уже в марте они вернутся в привычный ареал обитания – в Монголию. К другим темам. В Чите на бабушке на 32А начал работу первый в России центр адаптивных игр. Проект стал победителем форума «Сильные идеи для нового времени», который проводится по инициативе президента Владимира Путина. Теперь люди с ограниченными возможностями здоровья могут собраться вместе и с удовольствием провести время за инклюзивным теннисом, настольным боулингом или керлингом. Подробности у Даниила Ботвинского. Мы работаем конституционально здесь, но основная масса – это работа на площадках города Чита и края, где, чтобы не было профилактика гибридемии, обмена элементарных ожирений, чтобы люди чувствовали себя активно, и качество жизни гораздо улучшилось. Это мы сделаем вместе с вами. В Чите открылся первый в России центр адаптивных игр. Инклюзивные виды развлечения становятся все популярнее. Так, в прошлом году к спортивной деятельности планировалось привлечь 15 тысяч людей с ОВЗ. По итогу к движению присоединилось сразу 44 тысячи забайкальцев. Занятия будут проводиться как индивидуальные, так и групповые. На них научат играть джакола, настольный керлинг и многое другое. Здесь есть стол для шоу-дауна. Это теннис для незрячих людей. Чтобы уравнять шансы, прилагаются и темные очки, в которых совершенно ничего не видно. Так, ну, вроде бы отбил. Здесь стоит полагаться чисто на слух. В первую очередь, я думаю, самый очевидный плюс – это социализация. Мы имеем возможность общаться со своими ровесниками, может быть, людьми разных возрастов. Общение, психологическое такое, комфорт – это всегда самое главное для человека, который знает, что у него какие-то проблемы со здоровьем. Проект Центра адаптивных игр занял первое место на президентском конкурсе «Сильные идеи для нового времени». Получив поддержку не только от Владимира Путина, правительства Забайкальского края, но и от меценатов, спонсором реализации идеи выступила компания «Удаканская медь». С радостью, с удовольствием заботимся обо всех. Хотим, чтобы у каждого радость жизни была полной, была возможность общаться с друзьями. Некоторое время прошло на то, чтобы ее завести до практической реализации. Конечно, отрадно, что непосредственное участие самого Владимира Владимировича было в том, чтобы такой центр на территории нашего с вами Забайкальского края состоялся. Для работы в новом центре уже обучено 125 человек. Примечательно, что среди них есть и те, кто сам имеет проблемы со здоровьем, но при этом готов помогать каждому, кто захочет освоить любую из представленных активностей. Ждут здесь не только четинцев, но и всех жителей Забайкальского края. Даниил Ботвинский, Антон Носов, РТК «Забайкалье». Заниматься любимым делом, несмотря ни на что, именно так рассуждает 11-летний Арсений Арсентьев из поселка Черного. Практически ежедневно мальчик проходит 10 километров от дома до спортивного зала, невзирая на мороз. Подробности расскажет Екатерина Бокшеева. Подъем строго за два часа до начала тренировки, плотный завтрак и 10 километров пешком через поле. Для 11-летнего Арсения такой распорядок стал уже привычным. Мальчик уверен, его рвению, заниматься спортом, не помешают никакие морозы. Ну, пешком хожу. Иногда на велике лето у нас. Ну, так получается, что хожу иногда. Ну, иногда опаздываю, иногда нет. В среднем такую дистанцию маленький спортсмен проходит за 40 минут. Но пешком он ходит не всегда. Иногда его подвозит отец, а в особо морозные дни приходится пользоваться услугами такси. А все потому, что общественного транспорта с маршрутом Черного-Восточный попросту нет. Ну, у нас здесь дело в том, что транспорт, ни автобусы не заходят, ни маршрутки. И бывает, что ни на чем ему приходится идти пешком. И случай был, что он шел, и с контейнера выскочили собаки. Он напугался, а не его, он от их, а не от его. Он бегом-бегом, что бежал, напугался ребенок. Сам Арсений не считает расстояния и собак проблемами. Мальчик уверен, это не причины пропускать тренировки, которые он всем сердцем любит. К тому же стремление дает плоды. Пройти такое расстояние, для того, чтобы потренироваться, покайфовать, почувствовать этот момент, ну, это дорогого стоит. Таких детей, я бы сказал, ну, единицы. По крайней мере, это первый случай, который сейчас встретим. Арсений занимается рукопашным боем всего три месяца, но, несмотря на это, он уже успел побывать на соревнованиях и дважды завоевал там серебро. Тренер мальчика уверен, с таким рвением большое будущее в спорте ему обеспечено. Порой причиной разногласия работника с начальством может стать неплохое исполнение должностных обязанностей, но и личная неприязнь. Как защитить свои права и что делать в случае необоснованного увольнения, расскажут мои коллеги. 76-летняя женщина работает дежурной в одном из городских общежитий. Всё бы ничего, но с новым директором у неё не ладятся отношения. С работы её дважды увольняли. И каждый раз по решению суда она восстанавливалась в прежней должности. Писал директор и сугубо негативную характеристику. Как итог, внеочередной приём у психиатра. Да, я понимаю, что надо проходить вот этих всех, потому что я работаю в этой системе. И вот в этой должности уже 23 года я не раз ходила к психиатрам. Врач признал женщину пригодной для выполнения своей работы. Последней же каплей стали прямые оскорбления и угрозы от начальства. Я реально тогда его испугалась. Он стоял в дверях, не заходил в эту комнату, но стоял. Он так на меня кричал. Ах, ты ещё сидишь. Да я сейчас из-под тебя стул этот вышибу. Твоё место вон там, вон возле туалета. Вот ты должна приходить к 9 часам утра и стоять там до 6 вечера. А я ещё сижу и говорю, слушайте, да когда это закончится? Он говорит, пока я тебя не уничтожу, никогда. Устав терпеть унижения, женщина обратилась в прокуратуру, чтобы восстановить свою честь после того, как её окривитали в характеристике. Ежегодно порядка полутора тысяч жалоб на работодателей поступает и в трудовую инспекцию. И как показывает практика разбирательств, такие обращения вполне обоснованы. Есть несколько способов влияния. Это профилактические мероприятия, там выдача предсотвержений, проведение профилактических визитов, разъяснение требований законодательства, что нужно делать для того, чтобы работодателям не были допущены нарушения. Так и в определенных случаях и проведение контрольных зонах мероприятий, то есть проведение проверок, выходом на рабочее место, либо документальной проверки, изучением документации, которая подтверждает, либо опровергает наличие нарушения, ну и при наличии нарушения этого принятия мер в отношении работодателя. На ближайшие дни у женщины назначены судебные тяжбы, по результатам которых она планирует восстановить свою репутацию. Трудовые же права она уже отстояла и продолжает свою работу в учреждении. Если и вы столкнулись с произволом работодателя или ваши права были нарушены, обращайтесь в Трудовую инспекцию Забайкальского края по номеру телефона 32 37 77 или по адресу город Чита, улица Богомякова, 23. Даниил Ботвинский, Никита Дроздов, Владимир Николаев, РТК Забайкалья. Веселые и находчивые из команды «Безграней» благодаря сочинскому фестивалю прошли в высшую лигу КВН. Ребятам удалось попасть в 20-ку лучших из 500 команд участников. Мои коллеги встретились с чемпионами и оценили пару шуток. Победа на 35-м международном фестивале в Сочи для читинской команды КВН была только разминкой. Ребята собрали 6-минутное выступление и показали его судьям, которые оценили его по достоинству. Редактор Сангэджи, он на это обратил внимание и сказал, что вот это подчеркивает стиль и направление посыл вашей команды. То есть он, Дима, пел строчки, и я говорил, что Чита не гонится за трендами, Чита эти тренды создает. И последняя фраза, прикиньте, что дальше будет. И то есть есть особенность нашей команды, она заключается в том, что мы неожиданно какие-то такие очень в тренде, ребята. Для Москвы, то есть мы им рассказываем, как надо жить, грубо говоря. Не они нам, а вы. Вот так вот, ребята, еще можно, оказывается, делать. Обыгрывая студенческие будни или пародируя звезд эстрады, КВНщики так или иначе делают акцент на малой родине. Проявляя много харизмы, ребятам удается в прямом смысле обворожить судьи своими зачастую очень смелыми миниатюрами. Мы получили все огромный опыт в течение первой лиги, прошли через разные стрессовые ситуации, через обилие конкурсов. Лига была экспериментальная, то есть нужно было постоянно думать, 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 выдумывать что-то новое. И мы приехали просто другой командой. И я думаю, результат это самое говорящее, что может быть после наших выступлений. На самом деле мне очень нравится наш настрой, наша позиция. Вот как раз-таки вышеупомянутый СНГД Тарбаев нам это подметил, что мне очень нравится ваша концепция, что вы приехали из Читы и вы не жалуетесь, что вы далеко от Москвы, что у вас там все плохо. Вы наоборот такие хоп-хоп, выходите на сцену и вот, а мы вот так можем, а мы вот так можем опять-таки. И это дает взглянуть людям на, допустим, на отдаленный регион с другой стороны, что можно как раз-таки раскрыть какие-то вещи, какие-то шутки под другим углом опять-таки. Положительные эмоции и колоссальный опыт выступления перед забитым до отказа залом и беспристрастными судьями. Это то, что получили ребята помимо билета в высшую лигу КВН. Мне понравилось то, что меня вставили в миниатюру. Я показала свои возможности, я вставала на мостик, садилась на шпагаты, показывала вообще все возможности своего тела, как я умею извиваться. Вот, а это, наверное, для меня было очень интересно. Помимо того, что ты знакомишься с огромным количеством людей, очень здорово, что на фестивале была организована такая немножко движуха форума, что ли. То есть были разные образовательные блоки, рассказывали о КВН, о том, как работать на сцене, как работать со спонсорами, с чего вообще начинается КВН, и это очень классно. Теперь у ребят впереди настоящая элита российского клуба веселых и находчивых. Высшая лига КВН для них начнется в конце февраля, а увидеть их выступление можно будет на федеральных каналах. На игре, на какой-то из 1-8, будет присутствовать сам президент. Оба, кстати, да. И может быть такая вероятность, что и мы можем попасть в эту игру. Это, конечно, очень огромная ответственность, и когда начинаешь об этом думать, у тебя просто мозг вскипает, думаешь, е-мое, куда я попал, что я здесь делал. У ребят осталось меньше месяца, чтобы улучшить программу, а затем в бой с новыми номерами и шутками. В случае победы их ждет 1-4 финала в высшей лиге КВН. Григорий Анипер, Владимир Николаев, РТК Забайкалье. И к этому часу это все новости на сегодня. Если вы столкнулись с проблемой, которую не в силах решить в одиночку, становитесь нашим народным корреспондентом. Снимайте все на камеру своего мобильного телефона и отправляйте в нашу редакцию. Номер для связи 21-7503. По QR-коду, который сейчас на ваших экранах, можно легко и быстро попасть в наш Телеграм. Там еще больше видео, фото, комментариев полезной и свежей информации. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме и узнавайте новости самыми первыми. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин